Как выглядит вид из Олимпа. Самая высокая гора в Солнечной системе. Получается не падать на коньках. Проверка лайфхаков. Завтрак, обед, ужин. Я хочу есть. Привет. Сегодня у нас в гостях уникальный молодой человек. Он любит абсолютно все уроки в школе. Зовут его Амир. Привет. Здравствуйте. Расскажи, как так получилось? Обычно есть несколько любимых предметов, а остальные, ну так. Ну, у меня любимый предмет — это математика и физра. Физкультуру почему любишь? Ну, там свободно, можно бегать. Наконец-то? Да. После всех этих сидений за партами? Да. Скажи мне, пожалуйста, а естествознание у тебя есть в школе? Да, есть. А что это за предмет такой? Ну, там изучают, эксперименты делают какие-то. Про окружающий мир, да? Да. А ты когда-нибудь видел, как звезды падают? У них нет. Почему они падают? Как думаешь, их плохо прибили? Наверное, просто сбились с пути. Забыли, куда шли? Да. Если бы люди могли летать в космос, ты бы куда полетел первым делом? Хотел бы посмотреть, как выглядит вид из Олимпа. Самая высокая гора в Солнечной системе. Там пейзаж похож на земную, как ты думаешь? Нет. Там, наверное, просто земля будет видна. А кого бы ты взял с собой в полет? Семью, наверное. И отправился в путешествие, да? Да. А что такое астероид? Астероид – это камень такой. Он какой-то волшебный. Почему он в космосе летает? Наши же камни, которые на Земле лежат, не летают? Ну, потому что в космосе нет гравитации. Я не знаю, откуда они появились, но они иногда сбиваются с пути, врезаются в другие астероиды. И могут прилететь куда-то в другое место. Например? В Земля. К нам могут прилететь? Да. Это было только в прошлом. Ты уже видел такие? Угу. А если прям большой астероид к нам прилетит, что делать будем? Ну, это тогда бы уже было бы все. Все? Уже ничего не сделаешь. Угу. Может, все-таки попробуем? Если он большой, конечно же, его не отодвинуть никак. Может, выстрелить по нему. Какой? Чем можно выстрелить в такой огромный камень? Не знаю. Много-много маленьких каких-нибудь ракет. Не поможет? Ну, нет. Ну, только на чуть-чуть затенется. Нет. Конечно же затенет. Печальная история. Надеюсь, астероид никогда не прилетит к нам. Как ты думаешь, вот ученые, они умнее, да, других людей? Да. А почему? Они этого добивались всю жизнь. Они очень сложные эксперименты могут делать. А ученые как в школе учились, думаешь? Ну, наверное, хорошо. Троечниками не были? Ну, Энштейн был. Угу. То есть не обязательно быть отличником, чтобы стать ученым, да? Да. Ты знаешь, что такое прогноз погоды? Да, знаю. Это когда объявляют, какая погода будет завтра, послезавтра. Как ты думаешь, прогноз погоды всегда говорит правду? Ну, иногда, наверное, ошибаются. Угу. Почему? Ну, они же не природа, чтобы знать, какая погода будет. Ну, они же этому учились. У них разные приборы есть для этого, чтобы измерять. Ну, приборы иногда же ломаются. Есть такой прогноз погоды, когда говорят, что дети сегодня не учатся в школе. Да, есть. Да? Они же отменяют занятия. Да. Нравится тебе такой прогноз? Да. А твои мама, папа, когда в школе учились, если у них занятия отменяли, то отменяли насовсем. И кому из вас больше повезло, как ты думаешь? В смысле насовсем? Ну, то есть, если была отмена занятий, то они уже точно не учились. Им никто не отправлял задания. Не было никаких ссылок. Они просто отдыхали. Как думаешь, кому больше повезло? Родителям. Если бы у тебя была возможность выбрать себе любую суперспособность, какую ты хочешь, что бы ты выбрал? Ну, как у человека паука. Паутина. Ползание постельным, паучие чутье. Что бы ты с этим делал? Как бы ты использовал свою суперспособность? Ну, я бы путешествовал бы. Ну, это сложно, если, например, ты хочешь пересечь море. Ведь там нету никаких зданий. А куда бы ты путешествовал? Путешествовал бы. Места, которые я не знаю. Самое странное животное, которое ты знаешь, какое? Самое какое-нибудь непривычное, необычное, которое ты видел? Обезьяна. А они бывают такие разные? Да. А почему они странные? Обезьяны, как люди. Только хулиганы? Да. Почему обезьяны хулиганят, как думаешь? Ну, потому что у них нет еды. Им нужна еда, они ее воруют, да? Да. Бывает такое? Ты знаешь, обезьяны у туристов бывают не только еду забирают. А вещи? Да. Зачем им они? Ну, они просто любят красть, наверное. Бесело им так, да? Ну. Или они любопытные, хотят узнать, что там. А они, наверное, думают, что в рюкзаке есть какая-то еда, и ее крадут. Смотрят, выкидывают вещи, а если там еды нет, то они все это, они сумку выкидывают, вещи выкидывают, и все оставляют. Злятся, что еды нет. Да. А ты когда-нибудь был знаком с обезьяной? Нет. Ну, если она будет поблизости, надо будет рюкзак держать покрепче, да? Да. Понятно. У тебя дома есть животные? Нет. Ни одного, ни одного? Нет. А если бы тебе разрешили, кого бы ты хотел завести? Забылку. Животные вообще для чего нужны в доме? Как ты думаешь? Ну, например, если скучно, можно с ними играть. Угу. Ну, не поболтаешь, если скучно. Они же молчат, не разговаривают. Ну, можно поиграть. Угу. А как ты думаешь, если бы животные умели разговаривать? О чем бы они говорили? Я хочу есть. Это была бы самая главная фраза, да? Которую чаще всего повторяют? Да. Скажи мне, пожалуйста, у тебя есть мечта? Да. Какая? Ну, получается, не падать на коньках. А то я, когда я быстро катаюсь на коньках, я падаю. Угу. Ну, это такая мечта вполне достижимая. Пара занятий с тренером, и можно, наверное, научиться, да? Да. А что тебе больше всего нравится, когда ты на коньках катаешься? Скорость, наверное, нравится, да? Да. Когда ты летишь. Угу. А ты пробовала играть в хоккей? Нет. Как ты думаешь, для хоккеиста что самое главное? Быстро кататься? Метко попадать шайбой в ворота? Или уметь драться? Ну, точно попадать. И скорость. Угу. Драться не обязательно? Ну, нет. Причем драться в хоккей? Это же вообще бокс. Угу. Они почему-то все время дерутся. Было приятно с тобой поболтать. Надеюсь, мы с тобой обязательно придумаем, как спасти планету от астероида, потому что план пока вышел не очень. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин